Как известно, в арсенале великого комбинатора Остапа Бендера было 400 относительно честных способов отъема денег. При этом он неоднократно повторял «Я чту Уголовный кодекс, господа». Похоже, в нашей стране есть немало последователей этого литературного героя-мошенника. Но в отличие от Остапа Бендера, эти совсем не уважают уголовное право. Здравствуйте! Я говорю о задержании органами национальной безопасности учредителя и генерального директора рыночных комплексов «Берекет». Госкомитетом по национальной безопасности Хржизской Республики в деятельности руководства торговых комплексов «Берекет Грант» и «Берекет Универсал» в отношении торговцев выявлены факты мошенничества в особо крупном размере. Так, например, на основе собранных материалов установлено, что руководители закрытого акционерного общества «Берекет», вступив в преступный сговор в целях мошеннических действий, с 2017 года по настоящее время принуждали арендаторов заключать в торговых комплексах фиктивные договора купли-продажи коммерческих площадей. Стоимость торговой площади варьировалась от 500 до 2000 долларов США за квадратный метр. Очевидно, что разница в цене зависела от места расположения и прочих условий торговой точки. Итак, договор составлялся, подписывался сторонами, но правоустанавливающих документов на владение этими площадями покупатель не получал. Вместо этого торговцы, судя по некоторым данным, платили сверхоплаты фиктивной сделки еще и теневые откаты от 500 до 1000 долларов США, минуя кассу. «Эти средства руководство ЗАО «Берекет» использовало в личных целях», говорится в сообщении ГКНБ. Мало того, после фиктивной сделки по продаже торговых мест предприниматель, якобы купивший торговую площадь, платил за аренду этого самого места, причем в особо крупном размере. Далее, в случаях, когда фиктивные владельцы коммерческих площадей перепродавали свои места другим лицам, последние, согласно инициативе и по принуждению ЗАО «Берекет», по договору на заведомо невыгодных условиях, оплачивали переоформление торгового места в размере 100 тысяч сомов. Это в «Берекет Грант» и 50% от прибыли, полученной от продажи своего торгового места. Это было заведено в «Берекет Универсал». Все это создавало тяжелые условия для ведения бизнеса, сообщает ведомство. Тяжелые условия для ведения бизнеса. Это определение вряд ли отражает весь спектр барского беспредела, который творился на этих рынках. Мне кажется, язык официального пресс-релиза ГКНБ, как и материалы уголовного дела, использующие юридические понятия и терминологию, не в состоянии передать всю глубину и унизительность положения рядовых торговцев, арендаторов торговых мест ЗАО «Берекет». На простом человеческом языке такое положение по степени своей унизительности, вне всякого сомнения, подобно рабству. Поскольку при том, что торговец-арендатор проходит семь кругов ада, чтобы получить место в торговых рядах, в указанных торговых комплексах он получает место, где нет элементарных условий для предпринимателя, условий, соответствующих современному пониманию такого высокого бренда, как торгово-рыночный комплекс. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого 19 января 2024 года задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ учредители ЗАО «Берекет» ББК и президент ЗАО АИЖ, которые обманным путем осуществляли незаконные сборы денежных средств за аренду и продажу торговых мест. Кроме того, в рамках проводимой политики государства по улучшению условий для торговцев, ЗАО «Берекет» для 90% арендаторов снизило аренду всего на 10%. При том, что в средствах массовой информации была распространена информация о снижении аренды на 30%. В настоящее время проводится следственно-оперативное мероприятие по установлению всех причастных к данному факту лиц. Вот мы тут все удивляемся, откуда у рыночных торговцев столько злобы, столько отрицательных эмоций и нетерпения. Откуда такая жажда справедливости? Мы все время удивляемся тому, как торговцы, выходя на протестные акции, вдруг загораются неконтролируемой агрессией, которая, как правило, и мешает конструктивному диалогу. Но теперь все становится на свои места. Это накопившаяся энергия протеста против несправедливости и беспредела, который торговцы вынуждены терпеть от своих благодетелей, хозяев рыночных комплексов. Она, собственно, и вырывается наружу на митингах, где рядовой торговец, обезличенный в толпе, уже не несет персональной ответственности и может кричать и требовать столько, сколько ему захочется. Может позволить себе выдавить из себя рабскую покорность, ну, хотя бы на один день. А вы не помните, чего они, вот эти торговцы, обычно требуют на своих митингах? Ну, правильно, улучшение условий труда, снижение арендной платы, ну, и так далее. То есть они требуют все то, что напрямую зависит от владельца рынка. Понятно, что самому хозяину рынка они этого сказать не могут, ну, чтобы не лишиться места в торговых рядах. А от правительства требовать можно все, ну, все, что угодно, да хоть звезду с неба, ну, лишь бы выплеснуть накопленный негатив. И потом снова молча платить своим хозяевам, то есть хозяевам рынка сверх всякой законной меры. И снова покорность в торговых рядах до следующего раза, пока недовольство действиями владельца рынка вновь не достигнет критической массы. Но ГКНБ Кыргызской Республики напоминает о недопустимости мошеннических действий и нарушении законодательства Кыргызской Республики со стороны торговых рынков, создании незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В случае наличия пострадавших от указанных фактов просим обращаться в ГКНБ Кыргызской Республики, говорится в сообщении ведомства. Так что, уважаемые торговцы, вряд ли сегодня стоит терпеть беспредел владельцев рынков. Обращайтесь в органы национальной безопасности, помогите очистить страну от неугомонных и прожорливых мошенников, потомков незабвенного Остапа Бендера. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова